биткоин будет стоить 1 доллар 1 цент будет стоить биткоин друзья приветствую всех не инвестируйте в крипту пока не посмотрите это видео это одно из самых важных финансовых видео на канале обязательно досмотрите его до конца она не только для инвесторов она для всех если вы далеки от инвестиций обязательно это посмотрите потому что ну деньгами пользуются все это о чем я сейчас расскажу это очень очень важно вы обязательно должны это понимать я буду говорить жестко не обижайтесь я буду говорить жестко почему я так во всех видео так говорю да потому что люди очень любят строить воздушные замки надевают розовые очки и вот когда видят вот такую вот ситуацию когда они теряют все деньги они вообще не понимают что происходит почему так произошло они не понимают как работает система вообще не понимают и думают что вот это какое-то мошенничество да и поэтому расстраиваются винят всех не берут ответственность вот когда человек понимает это прекрасно он берет на себя ответственность он понимает как работает крипто как работают банки как все работает и берет на себя полную ответственность и так смотрите что у нас произошло у нас произошло ну одно из самых важных событий за последнее время в финансовой, так сказать, системе очень страшное событие, да, у нас соскамился один из самых топовых проектов. Самых топовых проектов. Мне этот проект тоже нравился, и он соскамился. Это самый топовый проект, он был в топе. Он был в десятке, ребята, он был в десятке. И этот проект соскамился. Как сказать, соскамился простыми словами лопнул все работает по пирамидальной структуре и вот у нас лопнула одна из самых топовых пирамид одна из самых топовых пирамид в крипто индустрии со 120 долларов цена ушаталась вот вы видите три нуля девятнадцать ноль 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 девятнадцать а доллар стейблкойн вести у нас стоит 9 центов 9 центов а стейблкойн должен стоить всегда один доллар чтобы вы понимали масштабы сейчас я вам покажу да люди потеряли много миллионов долларов но чтобы вы понимали масштабы давайте вам покажу один пример вот что может произойти вот человек поделился в твиттере да мои 2 и 8 миллиона долларов превратились в тысячу долларов вот у него было сто пятьдесят семь тысяч луны и 2 и 8 миллиона превратились в тысячу но сейчас это не тысяча давайте посчитаем сколько это сейчас вот 157 357 умножаем на текущую цену три нуля 19 это 30 долларов ребята это 30 долларов ваши 3 миллиона долларов могут с легкостью превратиться в 30 долларов вы понимаете это крах это все многие люди это не смогли пережить очень многие люди это не смогли пережить и закончили очень плохо вот что может произойти вот так рушатся пирамиды одни из самых топовых стабильных пирамид вот так вот могут обрушиться неважно что произошло это кстати видео не об этом если вы хотите посмотреть что конкретно произошло уже очень много роликов на ю тубе об этом снято как все происходило почему все так произошло это видео совершенно о другом вот таких видео на ю тубе как я снимаю таких видео нет которые просто объясняют именно фундаментальные законы как это все работает и сегодня я вам постараюсь объяснить один очень важный принцип который повлияет на всю вашу жизнь если вы это поймете у вас будет все хорошо с личной ответственностью и вообще с инвестициями и вообще с финансами и так друзья смотрите есть две структуры до централизированная и централизированная централизированная структура вот это банк самая масштабная пирамида да банк у централизированной структуры есть главный управляющий орган который все контролирует и есть децентрализированная структура вот это наш проект терра здесь нет главного управляющего органа здесь каждый сам себе хозяин каждый сам себе босс и вот чем мы столкнулись преимущество децентрализации оказалось огромным минусом этот огромный плюс также оказался и огромным минусом почему потому что случае паники толпу уже не остановить людей не остановить люди будут забирать свои деньги и людей не остановить и вот что может случиться с проектом а вот если взять банк это пирамида не лопнет вот с такой скоростью да как децентрализированная пирамида почему давайте возьмем самый топовый банк нашей страны самую топовую пирамиду вы берете любой банк самый топовый банк вашей страны почему централизированная пирамида не может вот так вот обрушиться почему какое вот у нее преимущество есть главный орган который может запретить вам выводить деньги что случилось у нас это очень важный урок ребята слушайте сейчас внимательно вот у нас началась война что произошло у меня деньги в банке у всех людей деньги в банке началась война паника наша валюта начала обесцениваться что делают люди они в панике бегут в банкоматы снимать наличку снимать свои деньги что делает банк он запрещает снимать деньги он закрывает вывод средств все идешь банкомат деньги снять нельзя что еще делает банк он запрещает все валютные операции и вот у меня на счетах лежит моя гривна я не могу ее перевести в доллары и никто не может что он еще делать он запрещает оплату в интернете хорошо что мой банк сделал это в конце я нашел вот эту вот лазейку и я смог всю свою гривну быстро перевести в доллары через binance я быстро начал пополнять свой binance пересылать людям деньги чтобы они пополняли свои финансы переводили мне деньги чтобы мы быстро большой объем вот гривны смогли перевести в доллары и потом банк запретил оплату в интернете все началась паника что сделал банк он останавливает эту панику здесь видите панику никто остановить не может каждый может выводить свои деньги ваши деньги здесь никто не может заморозить вы сами себе хозяин вот какой получился огромный из этого минус до панику никто не смог остановить до могли бирже могли бирже хоть как то но это не спасло бы ситуации все равно вот какое преимущество самой крупной пирамиды централизированной вот какое преимущество банка смотрите есть у меня выбор да вот мне не нравится что мой банк запрещает мне снимать деньги мне не нравится что мой банк запрещает мне выводить деньги на binance ну что это за херня что я могу сказать знаете что я не буду пользоваться вашим банком могу сказать могу но я так не скажу потому что альтернатив нет я пользуюсь самым топовым банком своей страны я могу перейти в другие банки да но не хуже они намного хуже все я продолжаю до работать с этим банком а ваш банк вам только разрешает пользоваться карточкой вот иди себе в супермаркет покупай продукты все это все что ты можешь сделать все ты не можешь вывести там у тебя например миллион гривен ты не можешь их вывести все слава богу да что я смог это все забрать но потом они это увидели вот этот вот лазейку и прикрыли еще и эту лазейку все паника прошла до ситуация в нашей стране немного стабилизировалась все люди уже не так охотно выводят свои деньги все а банк с легкостью бы рухнул если бы все начали выводить деньги пирамидальная структура вы знаете что у банка нету и 10 процентов денег всех вкладчиков и 10 процентов все деньги раскиданы все деньги в работе если все начнут снимать деньги банк не сможет всем людям выдать деньги вот так работает эта пирамидальная структура а вот децентрализированная пирамидальная структура не смогла остановить панику понимаете не смогла и вот какой огромный недостаток смотрите ребята не важно что случилось было ли это спланированная атака неважно вы должны осознавать что ваши 3 миллиона долларов могут превратиться в 30 долларов легко легко не важно до какой-то проект да здесь у нас что еще оказалось решающим фактором да вот у нас луна зависела от от юст и чтобы поддержать курс вот луна печаталась 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 да ну и чем больше луны тем ниже цена вот что произошло но достаточно да достаточно просто вот немного пошатнуть курс посеять панику огромную панику это все людьми подхватывается все снежный ком это не остановить паника распространяется с такой скоростью что вот все остальное до сделали люди люди просто ушатали этот проект просто его ушатали и вот мы с вами увидели насколько уязвимы децентрализированные структуры особенно вот с таким алгоритмом работы да вот когда идет печатание печатание вот к чему это все привело и теперь нам с вами стоит задуматься вот подумайте над этими вопросами напишите что вы думаете по этому поводу в комментариях да подходит ли нам такая модель вообще до человечеству она подходит или не подходит или человечеству нужен контроль нужен чтобы кто-то это все контролировал иначе будет хаос иначе вот что произойдет иначе будет анархия подумайте над этим вопросом и вот когда роберт киосаки говорил когда начнется борьба правительства с криптой он сказал что крипта победит но вот мы посмотрели насколько до крипта уязвима насколько она уязвима если кто-то захочет спланировать какую-то атаку он с легкостью да пока тут небольшие объемы так сказать они с легкостью своими капиталами смогут это все ушатать с легкостью могут показать нет ребята это все должно контролироваться вот так дела не делаются они скажут понимаете и теперь уверенность людей в этом всем очень сильно пошатнулась потому что это все может произойти из биткоина да там другая структура там количество ограничено но на чем держится bitcoin bitcoin держится только на вере людей только на вере людей стоит немного пошатнуть эту веру на процентов 10 все рухнет все рухнет вы должны это понимать bitcoin держится только на вере никто не может вам запретить выводить деньги чтобы остановить панику никто этого не сделает если паника начнется люди будут продавать свои биткоины и он вот ушатается тоже до bitcoin сейчас остается самой безопасной криптой он всегда продолжал оставаться самой безопасной крипто из биткоином конечно же вот такое вот повторить очень очень тяжело но можно это можно сделать если нарушить веру людей если нарушить веру людей если еще произойдут какие-то события да там ядерная война произойдет мы же не знаем как это все повлияет на bitcoin вот подумать над этими вопросами ребята это очень важно чтобы понимать стоит ли вам вот сюда заходить вы должны это понимать поэтому если люди потеряют веру в bitcoin если он никому завтра не будет нужен если завтра никто давайте представим не захочет купить биткойн и послезавтра никто ни один человек мире не захочет купить bitcoin что будет с биткоином до будут только продавцы будут только люди которые хотят продать его что будет с bitcoin bitcoin будет стоить 1 доллар 1 цент будет стоить bitcoin в общем вы должны понимать что такой сценарий нельзя исключать нельзя вы должны быть готовы ко всему так работают пирамидальные структуры все держится только на вере людей и все друзья я очень вам советую почитать вот эту вот книгу sapiens краткая история человечества вот одна из самых топовых книг и вот здесь вот все эти процессы очень очень просто да вот автор очень просто это все объяснил вот обязательно прочтите эту книгу вы не пожалеете реально крутейшая книга которая вот все вот то что я говорю о объясняет теперь друзья что касается меня да что я делаю я по-прежнему верю в bitcoin вот если бы я не верил bitcoin у меня бы вот не было до 6 биткоинов вот сейчас у меня 6 биткоинов я bitcoin верю но сейчас нужно быть максимально осторожным нужно следить за всем что происходит в криптовалютном мире чтобы не потерять свои вложения мы с вами увидели да как лопнул один из топовых стейблкоинов вот здесь вы можете на сайте coin market cup нажать вот сюда на holders да и посмотреть адреса смотрите вот у человека до 91 миллион миллион до 19 процентов вот этот адрес до владеет вот такой вот суммой 91 миллион долларов вот 72 миллиона долларов да но это уже не 72 миллиона долларов это уже сколько вот 72 миллиона долларов давайте посмотрим 933 мы умножаем на 0 12 72 миллиона долларов превратились в 8 миллионов долларов то есть человек потерял 64 миллиона долларов 64 миллиона долларов Вот вам стейблкоин Стейблкоин Цена которого должна быть всегда 1 доллар Поэтому у кого есть Стейблкоины, USDT USDC, внимательно следите Куда перетекает капитал Вот смотрите USDT 83 миллиарда 79 миллиардов Здесь наоборот, в USDC Здесь плюс Смотрите, вот Ну пару дней назад, да, я делал этот скрин 79 миллиарда, давайте посмотрим Сколько сейчас В нашем тезере 75, ребята, 75 То есть минус 4 миллиарда Минус 4 миллиарда Следите за этим всем Смотрите, уже был, да, негативный звоночек Поэтому, что делаю я, да У меня основным стейблом До Недавних событий был USDT Был тезер Но теперь у меня основной стейбл USDC Я на всякий случай перестраховался Вот, везде есть риски Вы должны это понимать Любой стейбл, вот любой стейбл Может повторить судьбу USDT Любой стейбл Тезер тоже могут ушатать Но если ушатается тезер Ну это будет Это будет реально крах Хорошо, что Вот эту вот дырку, так сказать, да Мы увидели На, можно сказать, раннем этапе Это еще ранний этап И это хорошо Потому что они могут исправить Вот эти вот свои косяки Они могут стать лучше Чтобы в будущем, да Вот такой херни не произошло Это сейчас большой плюс, да Нужно искать сейчас в этом плюсы Даже если вы потеряли деньги Я сам потерял деньги Хорошо, что я вышел По 0.69 Ребята, это вся информация Только в закрытом канале Там только вот это вот все произошло Мы сразу же начали Защищать свои средства Я отложил все свои дела И вот активно работал В закрытом канале Это все только в закрытом канале Вторая ссылка в описании И активно вот следил за всем И уже принял решение выходить Потому что Почему я принял решение выходить? Вы можете обо всем почитать В открытом канале Я делаю репосты Я закрытого Делаю репосты в открытый канал Первая ссылка в описании Вот я делал репост С закрытого канала Смотрите Я написал, да Что за всю свою практику Почему я решил выйти, да Я не наблюдал еще Ни одного восстановления пирамид Ребята Я в этом деле очень давно Очень давно И вот когда пирамида рушится, да Когда рушится вера людей И рушится все Вы должны это понимать Рушится все Когда проект теряет репутацию Все рушится Восстановление практически невозможно Да, здесь немного другая структура Было бы хорошо, если бы это все восстановилось Если бы они все это как-то перезапустили Но не важно Я за всю свою практику Еще не видел восстановления пирамид Не видел Ни одного восстановления Ни одной пирамиды За мою практику не было Поэтому я достал свои средства Поэтому мы вывели свои деньги С ЮСТ Смотрите, ребята Я через это все проходил в 2017 году Здесь очень важен опыт Вот походу мое самое первое видео На этом канале Вот 16 декабря Вот я покупал биткоин Здесь по 2000 долларов Вот мои первые покупки Вообще самые первые покупки Когда я покупал По 200 долларов Я тогда еще YouTube не вел В общем Я в этой теме, ребята Очень давно И здесь Самое важное Да, вот Когда случаются такие ситуации Это ваш опыт Это ваше понимание Если вы проходили через это Вам будет намного легче Ну и поэтому Ребята Здесь вот Только время Только время вам поможет И ваш опыт Я много давал Рекомендации Как с этим всем справиться Да Как пережить Тяжелые времена Но без опыта Это все равно не то Вы должны через это пройти И вот Да, много блогеров Сейчас в YouTube Зеленые блогеры Ну сколько они там В крипте Ну год Ну два Ну максимум три Максимум три года Да В общем Очень многие Не проходили Не проходили Медвежий рынок Вот Медвежий рынок Вот этот вот С января 2018 года Они не проходили Здесь мои активы Обесценились Да На 90% Со 100 тысяч долларов Да У меня Осталось тысяча Тысяча Вы представляете Ну я честно говоря Был в шоке тогда Ну как вообще Такое возможно И поэтому я забил На это все дело Переждал эту ситуацию И Эта тысяча Опять восстановилась Там До 200 тысяч Понимаете Очень важно Вот это вот Осознание Понимание Куда Вы Заходите И что Может произойти Это самое Важное Если вы Возьмете на себя Ответственность И это все Поймете Проблем Никаких не будет Вы Вы Будете Понимать Какие Средства Нужно Инвестировать Что Нужно Инвестировать Свободные Средства Что Ни В коем Случа Не Нужно Продавать Квартиру Иначе Да Можете Очень плохо Закончить Вот Доходит Даже До Самоубийств Вот Почему Я Стараюсь Жестко Об этом Говорить Многие Хейтят Да Такую Вот Манеру Жестко Пирамида Жестко Нужно Об этом Говорить Чтобы Люди Сразу Понимали Куда Они Идут И потом Не Расстраивались А многие Блогеры Навешивают Вот Лапшу Так Крипта Сейчас Иксы Полетим В космос Миллионы Сделаем Вот Что Произошло Вот Миллионы Да Видите И этот проект Взяли И заткнули В общем Ребята Что я вам Еще хочу Посоветовать Обязательно Учитесь У людей С опытом У тех Людей Которые Вот Я здесь Писал В открытом Канале Которые Проходили Через Реальную Жесть Которые Теряли Свои Миллионы И миллиарды Да Вот Я сам Учусь У таких Людей Потому Что Это Люди С опытом А на Ютубе Там У каких-то Блогеров Да Вы можете Смотреть Какие-то Инструкции Какие-то Обзоры Да Но Вот Мои Видео Они Видите Они Не такие Я Видео Выстраиваю По-другому Вот У меня Видео Отличается От всех Видео Именно Вот По Этой Теме Потому Что Я считаю Что Важны Вот Такие Базовые Фундаментальные Принципы Без Их Осознание Нехер В крипту Вообще Соваться Нехер Вообще Соваться В инвестиции Вы должны Это понимать Как все Устроено Как работает Пирамидальная Структура И от чего Все зависит А там уже Да Какие-то Технические Вопросы Как работает Алгоритм Это уже Совсем Другое Дело Это важно Да Но основа Основа В пирамидальной Структуре В общем Ребята Следите за Информацией В открытом Канале Всем советую Прослушать Вот это Голосовое Вот Я поделился Одной Личной Практикой Которая Сэкономит Вам Кучу Нервов Ну и Поможет В будущем Справляться С такими Вот С такими Ситуациями Еще поделюсь Важной Инфой Вот я Анонсирую В открытом Канале Первое Видео Нашего Курса По Дефай По Децентрализированным Финансам Я Обещал Да Что я Буду Добавлять Ценность Мы Хотели Выкупить Права На крутейший Курс Добавить В закрытый Канал Но Ребята В интернете Полнейший Шлаг Мы Не Нашли Ни Одного Нормального Курса Простого Доступного Не Нашли Либо Длинные Затянутые Видео Там Как Создать Кошелек Видео На Час Что Это Такое Либо Устаревшая Инфа Либо Некачественная Инфа В общем Мы Решили Запустить Свой Курс По Сколько Вам Лет Хоть Вы Там Пенсионного Возраста Хоть Вам 10 Лет Хоть Вам 60 Лет Вы Во Всем Разберетесь В общем Мы Запустим Такой Курс И Материалы Будем Добавлять Этот Курс Будет Доступен В закрытом Канале Абсолютно Бесплатно Еще раз Повторяю Все Материалы Будут Добавляться В закрытый Канал Бесплатно Подписка Пожизненная Вы платите Один раз А все Материалы Добавляются Вот Как я Решил Все Выстроить В общем На этой Неделе Я Анонсирую Первое Видео Его Я Запущу На YouTube Наверное Постить Не буду Да Оно Будет Ребята В общем Посмотрю Оно Будет Точно Оно Будет В Он Он Уже Таким Является Да Мы Уже Перерастаем В клуб И Там Не Только Информация О финансах В общем Если Вы Находите Крутейший Курс По Психологии Да Там По Коммуникации Я не знаю Как правильно Общаться По отношениям Не важно Вот Если Вы Может Быть Знаете Такие Курсы Прям Крутые Реально Крутые Качественные Пишите Нам В поддержку В официальную Поддержку Вы найдете Чтобы Они Разрешили Нам Этот Курс Запостить В Закрытый Канал А вам Да Конечно Будет Какая-то Компенсация За то Что Вы Такую Ценность Найдете Но Реально Курс Должен быть Очень Крутым Реально Крутым Не Какие-то Видео Какие-то Онлайн Трансляции На Два Часа Где Какой-то Чувак Что-то Бубнит Красивые Качественные Где Все Разложено Которые Реально Работают Которые Реально Помогают В общем Если вы будете Такой Находить Пишите Нам То есть Помогайте Развивать Наш Закрытый Канал Вы Получите Вознаграждение Какое-то А мы Будем Добавлять Эту Ценность В закрытый Канал Для всех Участников Закрытого Канала В общем Друзья Буду прощаться Ждите Анонса Курса Вот в Открытом Канале Это Будет Самый лучший Самый лучший Самый топовый Курс По крипте Потому что Мы посмотрели Все курсы Полный шлак Это будет Самый-самый Лучший Курс По Дефай По крипте Подумайте Над моими Вопросами Смотрите Везде важен Баланс Сколько раз Я повторял Везде важен Баланс Во всех Просто Сферах Ну так Устроено Человечество Нельзя Дать человеку Абсолютную Свободу Вот к чему Это все Приводит Нельзя Дать Абсолютную Свободу Но и Тотальный Контроль Тоже Человеку Не нравится Вот Нужно Балансировать Здесь Да Но все Равно Огромный Есть Минус Забыл Об этом Сказать Извините Опять Начинаю Много Говорить Огромный Минус Вот Слушайте Меня Внимательно Как бы Сильно Проект Не был Раскручен Он все Равно Может В любой Момент Упасть Как бы Высоко Он не Был Как бы Высоко Он не Был Более Как бы Защищен Нет Ребят Все равно В любой Ситуации Эту панику Вызвать Можно Вы должны Это понимать И не важно Какая цена Биткоина Кто-то думает Если он будет Миллион Вот до одного Доллара Он не упадет Упадет Ребята Он упадет Легко Не важно Снежный ком Вот эту вот Панику Ее не остановить Когда Все Вовлекаются Все Не важно Какая цена Ну не важно Какая цена Хоть 10 миллионов Долларов Она легко Сможет Ушататься Одного Доллара Легко Вот эти риски Будут всегда Вы должны С ними жить С этими рисками Вы должны Их осознавать Вот если кто-то Думает Ну блин Будет ли Когда-нибудь Какая-то Надежная Вот прям Структура Куда можно Положить деньги И вообще Не париться Не будет Такой Структуры Никогда В жизни Ее не будет Вы должны Это понимать Ваш банк Небезопасное Место Биткоин Это небезопасное Место Безопасных Мест Нет Нет Их просто Нет И поэтому Поэтому нужно Диверсифицироваться Обязательно Нужно Диверсифицироваться Я вот смотрю Сейчас Кстати На портфели Криптоблогеров Какие у них Просадки У меня нет Таких просадок Какие у них Просадки Я осознал Это вот здесь Не попадаю Вечно Вот здесь Это осознал Когда у меня Основная Доля Не было В биткоине Да У меня Основная Доля Не помню В чем Она была Но не в битке И мои 100 тысяч Превратились В тысячу И я понял Что нужно Давать упор На биткоин Потому что Еще раз Будет Вот такая Вот ситуация Там Вот у людей Сейчас Я вам покажу Вот смотрите Что Произошло С портфелем Одного Известного Блогера Вы знаете Этого блогера Очень известный Блогер Особенно в криптоиндустрии Вот его портфель Да Тут точно Не помню Вот Было 2 миллиона Долларов Да Ну там Условно Когда 3 месяца назад Может 5 месяцев назад В общем Вот Было 2 миллиона Доллара Вот что Сейчас 680 тысяч Долларов Ребята Это крипта У меня Нет таких Просадок У меня Таких Просадок Нет Потому что У меня Основа Это биткоин Смотрите За сутки 120 тысяч Долларов Просадка За сутки Да Потому что Здесь В этом портфеле Было много Очень Таких Конечно же Иксовых Проектов Но Они Иксуют В две стороны Вы должны Это понимать Как хорошо Они иксуют Вверх Так хорошо Они иксуют И вниз Вот и все Вот У меня Конечно же В стейблах Да Тоже было много Потому что Я всегда держу Большую часть В стейблах Напомню Основной Сейчас мой стейбл Это USDC Так что Вот ребята Минус Сколько Миллион 300 тысяч Миллион 400 тысяч Долларов А вообще В такое время Конечно же Если бы Где мой Биткоин Если бы у меня Все средства Были в биткоине Я бы был даже В плюсе Сейчас у меня Маленький Плюс Плюс 6% Вот если Не знаю У меня бы 90% Было в биткоине У меня Даже сейчас Был бы плюс Даже вот В такие времена Вот моя Средняя цена 28 тысяч Долларов Напомню Что для биткоина Лучшая цена 20-30 тысяч Долларов От 20 до 30 Это очень Хорошая зона Для покупки Чтобы набирать Позицию В общем Друзья Точно Уже прощаюсь Все ссылки В описании Открытый канал Первая ссылка Закрытый канал Вторая ссылка В общем Все ссылки На эти ресурсы Тоже будут В описании Что я вам пожелаю Осознание Осознание Самое главное Вот Вы должны понять Как все устроено И вы будете понимать Куда вы идете Вот и все В общем Держитесь Всем больших денег Всем профита Всех люблю Целую Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok